И никакой погоды в нашли время, чтобы прийти, послушать, подержать, пообщаться со мной. Поэтому давайте я начну с первого трека, который был на сегодня запланирован. Вот, могу поиграть, и потом, я думаю, перейдем уже к общению, к рассказам и прочему. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок 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 правой рукой сантиметр максимум движения в этом вся сложность научить свои мышцы так контролировать движение и вовремя включаться и выключаться нужно чтобы они успевали выстрелить напряжением и расслабиться то есть я делаю замок у меня рука неподвижно я как бы кидаю сетей направлением струна и непосредственно уже перед подлетом струне даю как бы такой укол как импульс который подталкивает на руку еще быстрее вовремя ударить в клип за счет чего получается эффект как будто пробиваю все струны одним ударом то есть не они вот так вот прям чётенько резко благодаря этому вы сможете попадать метроном барабаны ну то есть играть с тем потому что ваша игра будет четко и вы будете осознанно понимать что каждый удар приходится нужную долю картофель Продолжение следует... 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 Вот, этот вариант также используется, но этот нам, кстати, мне иногда кажется, что при таком движении, как будто бы, по ощущениям, вот такое есть. То есть, там и то, и то есть. Да, да, ощущение есть, но есть такое, что ты именно, как бы, набросаешь его. По поводу, ну, кистевого движения, оно, я тоже его использую, просто, в приведенной ситуации, когда... Касаемо скорости, ты можешь кистевым движением вот таким вот использовать быструю скорость, или оно, как щипковое, то есть, какие-то отдельные нотки, когда извлекаешь. И у меня вопрос, касаемо быстрой скорости. Выносливость. С касаемо темпа. Как бы можно сыграть, типа, ну, аля, за счет напряжения, да. Мне кажется, что у тебя зафиксировалось запястье, и уже пошла игра локтем. Да, то есть, так можно играть, но это очень жестко в плане выносливости. То есть, нереально играть, там, 220-230, трехминутную песню, используя такое движение. Ну, как, может быть, одну ты и вытянешь, но дальше... Ну, нерациональное использование энергии, да, грубо говоря. Слушай, ну, я даже скажу так, что некомфортно, ну, по ощущениям. То есть, хочешь играть и получать, ну, удовольствие, поскольку, ну, насколько это возможно. Конечно, не во всей музыке можно получить удовольствие, так сказать, от расслабленности. Слушай, я думаю, как он трясит когда репетирует. Да, то есть, здесь получается, как спорт. То есть, вот, то, о чем сейчас я рассказываю, это больше относится, ну, такое, к спортивной части игры на гитаре, вот, где важны миллиметры, но важно то, как происходит удар, ну, как он устроится, именно прям до деталей. Да, где выкроется деталь. Так вот, по поводу удара вверх продолжим. Вниз мы вроде бы разобрались. Да, извините, что помарка тоже заметил. Вот ты сам об этом немножко так скользко сказал, я правильно ли я тебя понял, что когда ты ускоряешься, мышцы более маленькие начинают работать. Ты сам сказал этот момент, переходы, типа, когда у тебя рука играет в полном объеме, а в том количество уменьшается, и ты переходишь на одну струну, типа. Соответственно, мышцы у тебя точно так же продолжают работать, если ты чувствуешь, что у тебя энергия больше, ну, упор идет ближе к пальцам на высоких скоростях, а на низких больше, типа, около запястья. Или вообще не при себе? Мышцы при уменьшении амплитуды движения задействованы те же? Те же, но в другую правную пропорцию. То есть вы напрягаете, бывает такое, допустим, где часть играется все время штрих, ну, ровно, там, ну, шестнадцатый, скажем, да, и он довольно длинный. Мышцы вот здесь напрягаются, но настолько, чтобы выносливости хватило на всю партию. То есть напряжение, ну, нет, здесь варианты, ну, скинуть напряжение, то есть ты как вот начался. То есть в любом случае нужно будет тренировать выносливость, и нет никакого типа мифа, что играйте расслабленно, и вы не будете никогда уставать. Просто мышцы, задействованные при формировании движения, разные люди используют разные. То есть играя от локтя, мы используем бицепсы практически все предплечье, и играя от кисти, мы используем определенную часть мышцы предплечья, грубо говоря. Ну, по поводу, так сказать, расслабленности, ну, это спорт. В такой музыке, где я очень быстро на скорости, там, ну, ты можешь играть более расслабленно, чем кто-то другой, скажем так, да, то есть, ну, вот. Чем ты вчерашний. Ну, типа, того, вот. Но пока что здесь добиться полной расслабленности нереально, ну, и не нужно, когда ты потеряешь просто, ну, подачу. То есть есть такое понятие, ну, как подача звукоизвлечения. И я стараюсь даже при игре, ну, переменным штрихом на высшем скоростях выделять первые доли. Акцентирование. Да, ну, это, конечно, не надо назвать прямо акцентированием в полной мере такого данного слова. Но если выделять первую долю, ну, хотя бы для себя, это легче контролировать количество исполненных нот. Ну, ну, да, и, в принципе, становится комфортнее играть самому. Ну, да, это так и есть, нет, это в любом случае так и есть, акценты. Какой бы он ни был, ты его для себя выделяешь в голове, там, или он даже, может быть, не ощущается, там, публикой, но ты понимаешь, как точка отчета. Блин, я думаю, что именно вот это и ощущается публикой. Ну, если я правильно поняла, то... Ну, скорее, это выделение будет какой-то долей барабанов, там, ну, либо же есть прям ярко выделенные, знаешь, на самом деле, касаемо акцентирования, это очень классная тема. Такое, что каждый музыкант должен акцентировать то, что акцентирует компонент. Да, все верно, чтобы прочувствовать, как строится движение обменелком, ну, при каком-то, при штрихе на одной из трун, если вы играете, или на другую струну, нужно сначала начать с того, что вы играете движение, прочувствуете сделать его комфортом на максимальной траектории. Как раз для тебя и тебя там... Скажем, все песни, у которых обычно играется, обычные песни на акустических инструментах, там как раз участвует правая рука, и она играет полное движение, то есть полный замах и удар вниз на расслаблении. Когда вы почувствуете комфорт и увидите, что у вас правильная техника, именно, которая строится за счет травмации и спинации, то вы сможете постепенно уменьшать движение, да, то есть и переносить руку на притч, ну, если вам нужно играть на одной струне, скажем, ЧОС. Движение останется абсолютно таким же, в том-то и секрет, наверное, какой-то некий миф, да, все думают, что вот я играю песни так, а когда я буду играть, да, я буду играть как-то по-другому. Выглядит это по-другому, но визуально, да, но по ощущениям подключаются те же мышцы, которые используются и при большом движении, но просто для других пропорций. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Субтитры создавал DimaTorzok